Мало кто ожидал от Белого дома, что будет исходить от него такая реформа иммиграции в таком варианте. Дело в том, что в нем предлагается наконец-то путь, открытый для так называемых мечтателей к гражданству США, к получению гражданства США. Я напомню, мечтателями здесь называют тех людей, жителей США, кто был привезен своими родителями в Америку, нелегальными иммигрантами в детском возрасте, как правило в малолетнем возрасте. И вот наконец у них появляется возможность к тому, чтобы получить гражданство США. И как это происходит, это предусмотрено вот в этом предложении Белого дома, но с соблюдением некоторых условий, которые касаются образования человека, его возможности трудоустроиться, ну и то, что мы называем моральным обликом. То есть, чтобы у кандидата не было судимости и вообще какого-то уголовного прошлого. Взамен администрация Трампа надеется, что в этом же проекте будет утверждено выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой и вообще на укрепление границ, в том числе и, например, с Канадой. На это предполагается создать трастовый фонд и выделить в него 25 миллиардов долларов. Кроме того, плюс администрация Трампа требует, чтобы была отменена так называемая цепная миграция, то есть легализация через родственные отношения и чтобы это право осталось только у супругов и у детей, у несовершеннолетних детей, тех, кто становится здесь гражданином США. И вторая вещь, требуется отменить лотерею грин-карт, вот эту вот визовую лотерею, поскольку в Белом доме ее считают несправедливой, считают, что ею часто пользуются различные мошенники и что она вообще плохо, неэффективно работает. Вот, что обо всем этом сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Давайте послушаем отрывок. Этот проект позволит сохранить четыре элемента, по которым согласие уже было достигнуто. Обеспечение охраны границы, прекращение семейной цепной миграции, отмена визовой лотереи и решение вопроса АДАКа. После десятилетий бездействия Конгресса настало время для того, чтобы вместе решить эту проблему раз и навсегда. Ну и вот теперь президент Трамп и администрация Белого дома надеются, что Конгресс утвердит вот эту вот радикальную меру до 8 февраля, потому что именно тогда истекает срок для принятия федерального бюджета. Но опять же, республиканцам может не понравиться, что вот этих вот мечтателей слишком много, почти 2 миллиона теперь уже по подсчетам их может быть. А демократам может не понравиться, что эта система, они называют ее в чем-то дискриминационной, поскольку принимать человека в Америку по его социальной значимости они называют несправедливым. Так что слово теперь опять за Конгрессом.